всем привет всем здравствуйте новый маникюр сегодня с вами я здесь катя мирошниченко буду показывать не новый маникюр а буду работать с двумя новыми красками я на той неделе вам уже проводила эфир с ними это хили гель paint без остаточной липкости белая черная краска прошлый раз мы с вами работали только белой сегодня буду работать только черный сейчас расскажу разницу между продуктом текстур paint чтобы вы увидели еще раз разницу потому что два разных продукта что-то можно делать повторно это эта краска но на самом деле все равно вот что-то делается только текстур paint а что-то можно сделать только хили гель paint это краски которые больше для мастеров маникюра кто дизайнеры кто любит какие-то штуки необычные добавлять делать это такие продукты которые знаете вот они лежат в столе есть не просят но периодически все равно вот где-то что-то вот хочется добавить она мешать не получается такую текстуру и здесь вот готовые текстуры одна текстура белый черный цвет вышел у нас в конце августа в начале сентября эти две краски у нас вышли на прошлой неделе да у меня новый маникюр делала маникюр как и обещала вот этой коллекции кто был во вторник я во вторник показывала очень классные градиенты вот с этой коллекции делала новогодние дизайны и так что-то прям влюбилась в эти градиенты самое главное делать очень быстро как я и говорила мы вчера сделали дизайн минут наверное за 30 это с градиентом прикиньте на такую длину гигантскую вот градиент на удивление было делать очень легко несмотря на то что цвета все средней плотности в этой коллекции а и кстати у нас еще вышли классные гели для моделирования обязательно дождитесь конца эфира я открою каждую баночку покажу оттенки не вчера у нас вышли в продажу или на днях будут в продажу так поехали итак давайте близко покажу свой маникюр перед тем как очень быстро делается и самое главное смотрите цвета средней плотности потому что чтобы делать вот такой пастельный молочный светоотражающий нужна прозрачность к сожалению плотно нельзя сделать иначе будет некрасиво блестеть то же самое вот этот вот красивый 458 классический такой прям вот самый классический перламутровый точно так же красиво будет блестеть только в том случае если сделать средней плотности если делать плотно такие цвета они будут наноситься некрасиво не будут выравниваться в общем очень красиво получилось помните я вам показывала что градиент возле кутикулы делается по-сухому делается в технике моделирования хотя это цветной гель-лак 461 60 59 наносите от кутикулы вот таким выравнивающим слоем как базой получается очень быстро и красиво все наклеили вот такое стекло украшалки и офигенно просто настолько быстро просто сегодня эту руку сделаю просто коротеньким вот этим цветом покроем и буду ходить так две недели до нового года в общем очень удачная коллекция она необычная многие многие не поняли почему такая бледная коллекция я считаю что сделали правильно вот давно не выпускали новогоднюю коллекцию чтобы она была такая знаете вот воздушная нежная не то что новогодняя знаете а зимняя есть прям такие типичные зимние оттенки то что можно делать когда за окном лежит снег да вот она именно зимняя не новогодняя у нас сейчас вышла еще одна коллекция я вам на той неделе ее презентовала там коричневые цвета тоже офигенная такая зимняя потому что сейчас вся верхняя одежда для зимы очень в тренде это охристо коричневые коньячные оттенки в гардеробе верхней одежде тоже классная коллекция поэтому кому это бледненько можно выбрать вторую коллекцию которая тоже вот буквально недавно вышла и так хили гель пейнт две краски сегодня возможно кто-то второй раз кто-то первый раз это краски текстурные сильно отличаются от красок которые выходили у нас три месяца назад это в августе была краска называлась текстур пейнт давайте вот сравним сейчас возьмем как раз на примере черных чем отличается текстур пейнт от хили гель пейнт поставьте огонечки чтобы я поняла кто покупал текстур пейнт кто знает что это за краска которая выходила три месяца назад и так смотрите вот эта краска которая у нас вышла в августе я еще ею очень люблю показывать бетон классно вот она эта краска вот у нее такая легкая легкая текстура я бы сказала она элегантная не дает толщины можно делать полностью весь ноготь фактурным получается очень круто там вот так буквально почему кого вот так ей очень классно комфортно работать вплоть до того что ей можно даже что-то попытаться нарисовать хотя она не для росписи видите она также для фактурную ею при желании можно видите вот что-то такое наподобие таких мазочков делать роз росписи теперь мы берем хили это вот то что вышло у нас на прошлой неделе и смотрим разницу и вы сейчас поймете что это два абсолютно разных продукта во первых тонкой кисточкой без вариантов только лопатками вот так набирать и кладем рядышком сейчас видно что здесь текстура внутри себя имеет прям такой крупный песочек давайте еще раз смотрите вот это она такая вот элегантная такая мелкая текстурка да то здесь прямо она такая грубая кто-то спрашивает типа если бархатный песок добавить но нет девочки бархатный песок добавить это во первых еще грубее будет там размер намного больше вот и прям такой продукту вот он не получается такой знаете какой-то кремовой текстуры у него нету поэтому все кто пытался в свое время как-то что-то делать с бархатным песком добавляя его чтобы сделать какое-то под обе штукатурки так не получится все равно сделать самостоятельно надеюсь что сейчас разница понятна кто на той неделе пропустил эфир обязательно отлистаете в ленте здесь в контакте найдите я показывала вот такое море морскую пену офигенно удобно делать самое главное что быстро сегодня мы работать будем с вами с черной с белой я сегодня не работаю просто кто пропустил можете найти такие вот абстракции мы с белым делали такие даже зимние варианты мы делали и не зимние это вот то что было на той неделе с этой краской поэтому обязательно найдите посмотрите делать очень просто там вот я показывала метки примитивные простые быстрые варианты дизайна сейчас мы будем с вами работать черной краской потому что мы как раз прошлый раз черной не успели поэтому сегодня вам предлагаю вот такие варианты с черной самое главное что нужно понимать это текстура которая подходит действительно для каких-то текстурных деталей понять и рисовать этим материалом нельзя его можно только виде каких-то мазков деталей накладывать ведь это как дополнение это как дополнение поехали поехали давайте начнем с первого мне очень нравится вот такой вот бежевый вариант сейчас я одену перчатки чтобы не испачкать мои прекрасные ногти что я хочу даже не сфотографировала так давайте первый цвет возьмем вот такой вот песочный очень красиво кто кстати покупал эту коллекцию сафари песочные оттенки с разным шиммером просто великолепная коллекция с ней я еще не успела походить еще не успела с этой коллекции походить еще раз напомню кстати коллекция хант клап я с оттенками из хант клап походила со всеми кроме вот 430 я так и не успела сделать и 28 вот эти все 1 2 3 4 5 6 все цвета носила вот из этой коллекции я уже сделала себе два цвета то 460 и 458 вот концу декабря сделаю коллекцию которая вышла на той неделе сейчас выкраску покажу девочки принесите мне коллекцию которая вышла на той неделе коричневая сейчас вам покажу великолепную коллекцию декабря она именно просто зимняя мы ее не говорим что она новогодняя она именно вот такая прям чисто зимняя под базовый зимний гардероб очень красивые коричневые оттенки так здесь мы будем сейчас делать разводы для разводок мы берем база и милак и мы берем топ слайдер на весь ноготь наносим топ слайдер спасибо смотрите какая красивая зимняя коллекция есть два ярких это вот такой мандарин и вот такой вот грязный бирюзовый ну даже он не грязный он такой чистый бирюзовый но я называю такой знаете зимний цвет летом обычно носят более яркие ну посмотрите какое во-первых сочетание между собой и вот мне очень хочется под новый год сделать себе ногти под базовый гардероб тем более у меня сейчас гардероб весь темный и мне прям вот идеально подойдет я хочу шестьдесят седьмой шестьдесят четвертый шестьдесят третий поэтому кто пропустил у нас на той неделе стартовала еще одна коллекция поэтому у нас есть вот такая блестящая прям новый год зима а это прям такой базовый гардероб зимы с базой намешиваем два оттенка мой любимый 429 у меня даже моя подруга на той неделе сделала с этим гель-лаком ногти хотя она не обслуживается у нас салоне она обслуживается у мастера который работает в частном кабинете я такая смотрю думаю блин у тебя Эйми покрыта она такая да твоя коллекция новая говорю блин это самый кайфовый цвет из этой коллекции просто восхитительный так мешаем здесь с базой и здесь с базой намешали и сейчас сделаем разводики все как я люблю сейчас дадим чуть-чуть чтобы подтекло и это будет прекрасный фон для нашей абстракции все красивенько у нас подтечет сушим здесь можно как какие-нибудь золотые детальки там фольгу опечатать шармикончик золотой положить прям вот золото сюда очень хорошо вписывается давайте золотое что добавим можно надпись например здесь у нас цепочка здесь будет у нас такая золотая надпись единственно нужно теклас нанести сушим сушим еще у нас с вами вот такие абстракции остались эти все делается сверху финиша саш принеси мне стакан воды пить так давайте не досушила теклас нифига но уже не тороплюсь теклас нужно сушить хорошо две минуты я вообще текласом покрыла да текласом так ладно сушим так и перекроем все матовым топом мне очень нравится как выглядит черная окраска да и белая тоже мне нравится на матовых дизайнах как выглядит когда мы покрыли все матовым топом так сушим так сушим и в конце мы просто добавляем деталь как раз из хили гель пейнт черного цвета да в виде каких-то мазков каких-то продолговатых линий да но не рисовальных линий потому что рисовать этим продуктом мы не рисуем мы как такой лопаткой берем вот так набираем вот прям вот так например все вот одна деталь есть это как до полу дополнение причем вот высоко достаточно сделала она хорошо сейчас просохнет это будет материал без остаточной липкости сказать чтобы сильно цеплялся я бы не сказала что он прям сильно как-то цепляется нормально так следующий вариант и дизайны такие все очень быстрые ну такой очень быстрый делается все сверху финиша делаем однотомное покрытие суши кому-то черную икру это напоминает кстати черный сейчас вот я в инстаграм показывала там кто-то сказал вообще про черную икру но у всех разные ассоциации для меня это ассоциации знаете с чем с интерьерными картинами которые сейчас очень популярны среди интерьерной культуры среди интерьерных вот этих направлений это монохромные белосерые графитовые коричневые бежевые цвета интерьера и вписанные в них картины сделанные при помощи всевозможных текстурных фактурных материалов под цвет интерьера это называется интерьерная живопись сейчас новое направление там даже художником не нужно быть получаются очень красивые картины это вот сейчас в рамках клуба я очень много даю таких картин по декоративно-прикладному искусству вот поэтому если вы все еще не в клубе приходите в мой клуб клуб называется эми арт это онлайн проект в рамках которого я сейчас записываю курсы обучающие по дизайну сейчас отдельно курсы мы не выпускаем по дизайну я только в рамках этого клуба выпускаю и там как раз внутри клуба раз в месяц я делаю картины декоративно-прикладного искусства как раз меня очень сильно вдохновили как раз эти картины вот поэтому мы сделали вот такие продукты которые позволяют подчеркнуть абстракции которые позволяют подчеркнуть абстракции хотя я планирую в январе месяце сделать вот такой морской курс на основе как раз хили геля и там можно делать очень прикольные объемные штуки причем так примитивно быстро это морские звезды получаются прикольные быстрые кораллы вот это будет у нас в январе и как раз кстати будем работать вот этим продуктом да надпись можно выделить глянцем я согласна будет тоже хорошо так смотрите снова берем хили и в этот раз просто проходимся по топу ну например можно либо по диагонали либо просто кусочек сделать вот здесь объем вот так вот побольше и вот так на нет промазать все сделали сушим теперь берем топ без липкости берем топ без липкости например теклас добавляем в него какую-нибудь эмпасту а эмпаста это краска гелевая тоже без липкости тут проще всего добавить беленький делаем такой вот молочный оттенок колера так вот здесь сделали так вот здесь сделали и можно сделать такой прикольный эффект где-то впитается в эту фактуру провалится вот так вот добавили вот так вот добавили сушим сушим теперь берем в чистом виде эмпасту беленькую эту же так как она без липкости мы также продолжаем ею рисовать только в чистом виде все эти весь дизайн делается сверху топа почему потому что все продукты которые я сейчас использовала и краска хиле и эмпаста и теклас это все материалы без липкости вообще для дизайна я стараюсь в основном выпускать материалы только без липкости и здесь можно как вот уже акцент добавить чуть-чуть линий и здесь по факту если мы возьмем вот эту краску она здесь не главный материал который нужен да она здесь создает просто какую-то необычность фактуре и она здесь служит таким дополнительным элементом эти дополнительные элементы вот кто конкурсные мастера или кто любит делать какие-то необычные элементы необычные штуки фотографировать все это ногти какие-то тематические вот вам эта краска обязательно пригодится там возможно делать какие-то фактуры элементов где песок цемент шагрень вот где хочется нужна какая-то вот фактура вручную сделать очень сложно да займет много времени да вот эту текстуру прорабатывать а здесь в этот материал наносите один мазок и уже у вас эта текстура готова в общем прикольный вот обсидиант да вот кому-то обсидиант ну обсидиант может быть блестки сюда можно добавить еще можно топ с блестками кстати взять юля слушай а дай мне топ с блестками которые вот самый первый у нас выходил аврора сейчас мы возьмем аврору давайте аврору добавим может прикольно будет и минималистичные дизайны стиле интерьерных картин издалека такие ногти будут какими смотреться черными кто любит просто однотонный черный маникюр и вроде как бы сказать что дизайна очень много нет а драматик не аврора какой аврора давайте сейчас топ возьмем смотрите прикольно а вот не везде просто где-то местами добавить я сижу и соображаю какая аврора девочки у меня такое очень часто последнее время бывает ничего не помню вот так короче добавили да еще так какой еще вариант вот просто мазок протянуть на вот протяжный мазок времени много не займет тоже вот очень красиво получается сейчас я покажу добыл минималистичный дизайн черный превратился в новогодний мне больше без блесток нравилось на принципе с блестками необычно тоже получилось принципе один ноготь можно было бы просто сделать однотонным черным да в этом случае обязательно нужно сделать подложку давайте мы один ноготь например просто промажем текстура чуть грубее получается чем у краски которая текстур пейнт но другая текстура видите здесь она более грубо здесь более элегантно тоже имеет место быть хотя для полного покрытия не предполагала использовать эту краску ну давайте сейчас посмотрим как будет выглядеть здесь как раз финиш не нужен здесь просто чтобы это толсто не получилось поэтому нанесли и излишки можно снять здесь просто чисто тупо промазать где-то не домазали с первого раза просушили и домазали можно кстати обезжиривать когда эту краску обезжириваешь она становится чуть-чуть более оматывая так следующий вариант серенький очень красивый цвет из коллекции hunt club это основная коллекция этого сезона текущего очень элегантный красивый жемчужный блеск суши сделаем сейчас разводы чтобы не скучно было для разводов я не беру базы и милак беру давайте черненький возьмем и чтобы разводы красивые получились мы берем спайдер гель ой слайдер гель так и мы сейчас поделаем разводы ки ну это так для композиции всегда в абстракцию нужно делать какой-то подмалевок чтобы интереснее было добавим сушим вот такой вариант еще раз сейчас покажу да вот кто спрашивает можно ли подкрашивать белую краску пигментом да я показывала на предыдущей краске как-то эфир вела я вам это по текстурной краске помните я показывала что текстурную краску ее мы красим пигментами сухими так вот хили краску ее тоже можно красить неоновыми пигментами вот готическая текстура но если мы возьмем черный вариант да это готическая кстати потому что говорила можно при желании взять еще безжирец дополнительно и вот она ведь чуть-чуть ну как может быть не такая блестящая мне такой вариант больше нравится никогда она свежая блестит вот здесь можно пройтись по торцам поверьте мне это очень стойкое покрытие захочется погрызть клиенту она никогда это не сгрызет вот поэтому один ноготь не все конечно вот один ноготок можно сделать вот такой если мы на него такие штучки поставим прикольно короче нужно играться так наносим матовый топ здесь чтобы лишнего топа не было нанесли ну так вот весело получается кстати прикольно как дополнение да что то в этом есть ну вот как то так вот такая самая композиция получилась так здесь теперь берем снова ахили сегодня мы работаем с вами только черным цветом как лопаткой набрали и давайте например так вот положили и тоже вот так вот протянули все и оставить можно в принципе вот так добавили и также берем эмпасту черную она у нас без липкости эмпаста и добавляем рисуночек какой-нибудь абстрактный скандиум топ да попробуйте девочки а принесите мне скандиум топ я девочкам покажу как выглядит скандиум сейчас покажу вам скандиум и сейчас добавим чуть-чуть эмпасты сейчас я вам скандиум покажу вот так вот Продолжение следует... Видите, просто поставить мазки клиенту, ну это будет хрень, понимаете? Этот материал, он как один из составляющих вашей композиции, деталь вашей композиции. Вот, мне все принесла. Нет, Мелоди точно нет, который мелкий-мелкий шиммер. У нас сейчас очень, кстати, много топов выходит классных. Сейчас я вам покажу. Например, на одном ногте так будет, на другом так. Так. Эта краска только на матовом? Нет, конечно, на глянцевом. Мне просто нравится, когда это на матовом топе. Конечно же, это можно делать и на глянцевом. Вот я в прошлый раз показывала на глянцевом топе. Обязательно найдите эфир за прошлую неделю. Я работала только с белой краской. Вот, я делала все на матовый топ. Топы, топов очень много, девчонки. Еще будет в следующем году. Будем делать для весны, для лета. Короче, топов, мы поняли, много не бывает. Потому что сейчас экспресс-маникюр все равно в тренде. И когда есть какие-то эффекты у топов, это помогает вроде как сделать какую-то декоративную изюминку, но при этом не делать дизайн. Так. Сейчас я покажу на темном фоне. Ничего не придумала, у меня я взяла кружку. Так, смотрите. Вот он, драматик топ, который я сейчас наносила. Так, это драматик. Офигенный. Это тоже скандиум новый. Он такой, знаете, серебро. Кажется, что светоотражайка, но не совсем светоотражающий. Но он настолько элегантный. Сейчас даже видео ни хрена это не передает. Такое очень элегантное серебро. С мерцанием, как у светоотражающие частицы. Вот. Шампанское. Тоже такой вот элегантный. Цвет шампанского. Такое, знаете, я называю желтое серебро. Какое-то. Сейчас видно. Вот этот очень люблю белый. Я его называю топ с ракушкой белый. Вот этот прикольный. Особенно сейчас, кстати, в зиму с ним. Как подмалевок под дизайны какие-то. А, еще мне... Вы так и не нашли мелоди? Да не можно найти так. Ну, ладно. Еще пятый топ есть мелоди. Он такой, знаете, розово-персиковый. Мелкий-мелкий. Еще мельче, чем вот здесь. Вот шиммер. Короче, сказали, сейчас принесут топ-мелоди. Я вам сейчас еще мелоди покажу. Тоже очень прикольный. Кто не любит яркости. Все офигенные. И они разные, видите? Вот этот, конечно, крутой. Прям даже не знаю, как вам его нанести. Вот этот мне очень нравится. Скандиум. Ну, вот он очень элегантный. Лучше всего, конечно, на темном фоне смотреть. Ну, даже, например, на прозрачку. Такие светоотражающие частички есть. Вот этот шампань прикольный. Тоже был прикольный, кайфовый. Сильвер дроп. А, еще не все. Нашла, да? Сейчас я вам еще мелоди покажу. Это одного из последних. Вот этот вот классный. А, вот мелоди принесли. Мелоди. Это прям совсем, знаете, для таких. Для спокойных, спокойных клиентов. Ни фига не видно, конечно, его отлив. Его, кстати, сложнее всего было на видео снимать. Вы себе даже не представляете, как мы намучились, когда мы снимали этот топ. Он офигенный. Но вот чтобы камера словила эти частицы, было прям очень тяжело. Ну, очень красиво. Он переливается где-то фиолетовым, где-то золотым, где-то розовым, где-то зеленым. Прям как хамелеон такой. Не только хамелеон, который прозрачный. Такой вот прям очень-очень-очень аккуратный. Это, конечно, сильвер дроп. Я его в дизайн очень часто кладу. Я его как ракушечник называю. Потому что он мне ракушку напоминает. Вот. Ну, такое, конечно, у меня сравнение сегодня получилось. То, а, я вам еще не показала новые гели для моделирования, которые вышли в продажу вчера. Или не вышли уже. То ли они дистрибьютором их уже отправили. Сейчас я вам еще три геля покажу новых для моделирования. Офигенные. И это вообще идеально сейчас под Новый год, как под дно, ложка. Показываю гели. Пробую, что ты хочешь. Так, гели показываю. Так, раз, два и три. Где-то третий. Ну, встречаем. На следующей неделе будет эфир обязательно по этим гелям. Моделирование будем давать с Юлей Донченко. Это просто, извините, конечно, за выражение, но это оргазм. Это вот просто оргазм для глаз. Такой. Спрашивают, какие по качеству. Ну, типа нашего монофаза. Понятно, чуть гуще за счет блесток, самовыравнивающие. Представьте, как можно быстро сделать будет маникюр на Новый год. Берете гель непрозрачный или камуфлирующий. Делаете коррекцию этими гелями. Потом сверху шармикончики приклеили. Какие-то декорации. Все. Без покрытия цветного. Потому что покрытие, конечно, цветное на самом деле много времени съедает. А это быстро, по-зимнему и по-новогоднему. Даже, знаете, вот камера, ну, не передает она этой красоты. Понимаете? Ну, это не то. Тут как-то свет не направляет. Фликер. Следующий оттенок. Это просто тоже оргазм. Хала гель. Блестки по размеру такие же, но только, смотрите, они жемчужно-серебряные. И серебро такое, знаете, не темное, а то, которое как жемчужное серебро. Ой, тоже восхитительно просто. Концентрация такая хорошая. Хрустальные ногти. Да, кстати, вот это именно хрусталь будет, напоминаю. Так, люмин гель. Вот, ну, это классика. Такой молочный, с красивыми частичками. Причем частички очень концентрировано лежат здесь. Мелкий голографический блесток. Причем я не знаю, почему камера упорно показывает, как будто здесь белые блесточки. На самом деле здесь они мульти. Здесь и голубой, и зеленый, и персиковый, и розовый. Здесь именно мульти-блесточки. Не знаю, почему. Может, тут на черный, если нанести, будет видно. О, вот тут хорошо на черном видно, да? Короче, круто. Это, да, зефир. Зефир. Ну, они как молочные будут смотреться. Он в банке как с розовинкой идет, но на самом деле он как молочный будет. Причем такой молочный, плотный, хороший, непрозрачный. В общем, как-то вот так. Всем большое спасибо за внимание. Эфир я прямо сейчас выложу. Обязательно надейте с хили гелем с белой краской. На той неделе я вела эфир. И посмотрите обязательно, потому что там очень красивый морской дизайн есть. С пеной морской. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.